Владимир Жириновский всегда был эпатажным и заметным человеком. В своем стремлении выделиться он не раз переходил красную черту. Случайно проговаривался о том, что слышал в коридорах высших эшелонов власти. Долгое время ему это сходило с рук, но когда сильно запахло Жареным Жириновского решили устранить. Ненадолго или навсегда покажет время, а пока можем только напомнить высказывание политика, которое страшно читать между строками. Как вы думаете, что ждет Жириновского? Напишите свои версии в комментарии, а также подпишитесь и поделитесь этим видео с друзьями, ведь так больше людей узнает правду. Итак, Жириновский. Начнем с его великих предсказаний. Нет, это политическое убийство. Никакого бытового нету. На разговоре с ним за месяц-два до убийства он говорил мне об этом, что ожидает, в любой момент это может случиться. Он чувствовал, ему угрожали его, пытались заставить замолчать. Помните, Георгий Николаевич, вы нам в понедельник сказали, что дом Волгодонский взорван за три дня до взрыва. Это же можно как провокацию расследовать, если государственная дума знает, что дом уже взорван якобы в понедельник, а его взрывают в четверг. И в это время мы с вами занимаемся всем другими делами. Давайте этим займемся лучше. У НАТО нет других планов, кроме ведения войны. И главная цель – война с Россией. Но напрямую они боятся, поэтому будут бомбить по периферии. Но если, если кто-то попытается Украину втянуть в НАТО и население выступит против, а над ними будут издеваться, будет совершено насилие, их будут хватать, сажать в тюрьмы, начнется перестрелка, то у России будет право. И поэтому Хрущев просто административно переподчинил Крым Киеву. Потому что там работал, вот и все. Он же не думал, что когда-то рухнет Советский Союз. Поэтому сейчас будем исправлять. Сейчас будем возвращать. Рычаги реальные есть. И постепенно, постепенно все вернется. И Крым, и Севастополь. Это наглость Немцов, это вот Троцкий сегодня. Это ждет своего ледоруба. Я не хочу этого. Но без ледоруба он не уйдет никуда. Никуда. Давайте выполнять. Отказывайтесь, тогда мы можем принять другую программу. А какую вы почувствуете? 4 часа утра 22 февраля. От предсказаний перейдем к просто нагнетанию. Мы будем вынуждены на каком-то этапе, через 3 года, через 5, через 7, в любом случае до 30-го года, этот конфликт разрешить. Естественно, может быть разрешен только через войну. Не мы ее хотим, но они нам навяжут. Что они провоцируют войну. Они вооружают Украину для войны с Россией. Если на Украине нам будет угроза для безопасности всей нашей страны, то 2 часа, через 2 часа Украины не будет. Это война. Но война над чужой территорией и чужими солдатами. В зоне риска поляки, Украина. Поляки будут против нас. Имперские замашки всегда были у Владимира Вольфовича. Вы считаете, что во всем виноват это только Украина или же политика Путина, которая привела к этим проблемам? Только Украина. Ее антироссийские силы и прозападные силы. И нам придется снова восстанавливать и Донбасс, и Луганск, и другие территории. Поэтому все должно решать само население Украины. Идеальный вариант был бы для Грузии и для Украины оставаться нейтральными странами и иметь хорошие дружеские отношения с Россией. Между нами могло бы не быть никаких границ, никакой таможни. И экономика, постоянные контакты между гражданами. Какая разница, какие флаги развиваются над нами. Ошибка вот оранжевой революции на Украине. Вы сами отдали нам Крым. Если бы не было у вас обоих оранжевых революций, никогда бы не Крым. Был бы тишина на Донбассе. Тишина была. За русский народ. За Россию. За новую силу. За ЛДПР. Мы с вами как Северная и Южная Корея. Ну, вы Северная Корея, мы Южная. По развитию я имею ввиду. Взять под контроль все энергоресурсы планеты Земля. И будет опять дорожать нефть. Ну, что такое? Где охрана? Где охрана, придурки? Где моя охрана? Быстро возьмите эту дуру и выкиньте из зала. В Казахстан, если там станет режим проамериканский, про-талибский, про-исламский, про-китайский, все это не в нашу пользу. Нам нужны пророссийские режимы. Вот. Там должен быть русский во главе этой республики. Или премьер-министр русский. Или руководитель парламента должен быть русский. Язык. Насаждают силой казахский язык. Сами казахи говорят по-русски. Когда мир подойдет к последней черте, когда опасность, вот-вот война начнется, они втроем должны забыть по-волчий. Втроем. Джо, Си и наш президент. Показываю как. посмотрите как меняется его мнение о правящей партии вы набрали больше 60 процентов это все ложь набираем 20 30 забирают наши проценты сложить полномочия надо фракция лдпр сдаст полномочия уйдет отсюда пусть весь мир узнает что это за бардак стране вам конституция нужна мы вам дали конституцию наручники на руки одеваете бессовестные сидите высоких кабинетах и как пристали не начинаете действовать сегодня в россии самая свободная пресса свободной судебной системы нет ни в одной стране мира какой вывод я делаю надо сажать если будут сидеть три-четыре-пять лет появится достоевский появится значит у нас чайковский маяковского требует страна чем вы вы что делаете единая россия вас же проклянет весь народ наш все вас проклянут и вы сможете бояться сказать что вы из этой партии и потом пишите фальшивые протоколы что все выборы все признали никто не признал никакого выбора позор вам единой россии и всей вашей власти президент был путин из эти 13 лет вывезены сотни тысяч женщин русских на панель стоят в европе вот результат деятельности путина мы везде на последнем месте вы можете понять везде везде в самом конце и везде на первом месте самоубийство преступность коррупция люди уезжают деньги все уходят за рубеж другое название государства другое название вашей должности верховный правитель не хотите император давайте верховный правитель боже царя храни сильный державный если бы у нас не покупали газ то у нас бы вся страна была бы газифицирована а если не покупали нефть у нас было бы очень дешевое топливо 40 процентов ресурсов мира у нас трепещите европа все равно в россии будет такой режим что мы вас заставим не мешать нам жить вот вам и оппозиция жириновский настоящий любитель скандалов немцова стали забывать то есть желание как-то вот его ударить там или действительно облить соком у меня в мыслях этого не было в твоей ситуации тебе лучше застрелиться жириновский не но это один из самых ярких людей которых я видел своей жизни причем я могу сказать в чем его сила это человек талантливый больной одновременно все же думают кто смотрит что у нас все такие сумасшедшие он говорит ты не понял это же шоу артист артист конечно не смеет стрелять по багдаду лучше вместе подбились и мы найдем цели на этой земле и вы и рогозин вся ваша фракция авантюристы обычная политическая мужчина подождите паспетой как свинья сидит потому что деньги деньги дают ему торгуете место на колени станут при всей страной Miễн я встал деть вы подлецы и негодяи высшей конституционной властью является многонациональный народ России как вы к этому относитесь обещаете ли вы обещали отрицать Вот таких дураков, как вы, больше не было у нас. Вам лица обещал власть народу, демократии? Получили? Я вам объясняю, что вам никто никогда власти не даст. Вот от Перми до Екатеринбурга, это страшное, это население дебильное. Оно может быть здоровым, но если взять его по интеллекту, он тупой, до упора. Ограничить рождаемость на Северном Кавказе, ведя в штраф за третьего ребенка. Если жители будут недовольны, оградить их колючей проволокой. Такое неоднозначное заявление сделал Владимир Жириновский. У бешенства матки, нету любовника, нету мужа, ничего нету. Зверь между ног сидит, и она через язык, она свой дурацкий язык, этот огненный смерч вырывается наверх. Я произнесу, а ты подбегаешь, и я начинаю жестко насиловать. Христос воскресе! Поистину воскресе! Христос воскресе! Поистину, иди целуй ее, целуй, обними, целуй, хватай! У меня в классе были только девственницы. А вы откуда знаете? И на работе. Ларуевич, ну вы же не гинеколог. Буква И нужно запретить в русском языке. Это от Монгол к нам пришло. И! И! Сыр! Скрыльник! И! И! Мышка! Ну что это? Убрать эту букву гадкую! Это звери так говорят. И! Вот рычит же медведь, волк и тигр. Ррр! Ррр! И готовится к войне. И готовится к войне. Это Ленин сделал. Замолчи, Харитонов! Голхозник! Видите вот? Это же хулиган. Николай Михайлов. Было! Не умеешь читать коломийцев? Иди в школу снова. А лучше всего в детский сад. Для умалишенных. Вот это вот. Вот он. Видите? Ему в психушке сидеть. А он здесь во фракции сидит. Лидеру парламентской партии говорит слово блевотина. Я тебе на одно твое слово 100 тебе скажу! Рая, Владимирович, давайте успокоимся все! А чего вы и будем успокоить? Это ты блевотина! Советский Союз завалил! Скоты! В 2001 году что вы делали? Владимир Вольфич, пожалуйста, успокойтесь. Это вы блевали дома, коммунисты московские! А нам противно с вами в одном зале быть! В одной стране быть с вами! Вы не партия, вы преступники! Именно так! Мы все были дураки! Именно так! Пошли вы на подачи! Вы негодяи! Как моя партия называется? лдп молодец расшифруй не надо и хорошо пусть будет просто лдп а другие кого знаешь молодец не надо никого знать все остальное мусор такой вот он владимир жириновский актер артист персонаж а мы продолжаем следить за тем как развиваются события вокруг его фигуры подпишитесь на наш канал ведь 86 процентов людей смотрит нас без подписки а также вы можете поддержать нашу маленькую редакцию став спонсором или через патреон слава украине живи беларусь нет войне